Дорога была в ненормативном состоянии. Были большие выбоины, трещины. Соответственно, отсутствовала разметка частично. Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Литературный дебют-2022». Есть, конечно, миниатюры, стихи, рассказы, а есть и повести. В администрации округа наградили волонтеров, которые собрали и доставили гуманитарный груз российским солдатам, участвующим в спецоперации. Эту акцию по сбору необходимых товаров организовало общество инвалидов Московской области. В начале августа группа волонтеров Ленинского округа вернулась из Белгородской области. Там, в поселке Ровенький, они передали гуманитарный груз российским солдатам, участвующим в спецоперации. Два грузовых автомобиля были переполнены вещами, продуктами и медикаментами. Помощь собирали всем Подмосковье. Значительный вклад внесли жители и предприниматели нашего округа. Нас очень радует, что среди наших друзей вот такие руководители, руководители больших организаций, предприятий. Вы нас слышите. Вы готовы нам всегда помочь в решении наших задач, наших проблем, поддерживаете наши проекты. Благодарственные письма от общества инвалидов Подмосковья получили и те, кто отправился в приграничную зону, и те, кто закупил необходимые товары на сумму свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, отдельными благодарностями отметили детские сады нашего округа. Напомню, их воспитанники передали солдатам десятки искренних и добрых письм. Дорогие, милые, уважаемые, вам, конечно, в первую очередь поклон просто низкий, потому что у вас нет времени на отдых. Вы каждую минуту выбираете для того, чтобы соединить сердца тех, кто готов делиться с теми, кому эта помощь очень нужна и вот в самое необходимое время. И неважно, куда вы для этого всякий раз едете. Либо собираете эту помощь, либо уже везете там, из рук в руки передаете. На встрече не только отблагодарили тех, кто внес значительный вклад в гуманитарную акцию. Волонтеры, побывавшие в приграничных зонах, рассказали о впечатлениях от поездки и общении с русскими солдатами. Для них помощь не столько важна государственная, сколько чисто наша человеческая, душевная. Пирожки, суп горячий, теплая кровать. Вот это им важно. Главное, чтобы они слышали, что мы тоже о них думаем и чем можем, тем им помогаем. Волонтеры рассказывают, эта акция не последняя. Новую партию гуманитарного груза для солдат и жителей освобожденных территорий планируют собрать и отправить уже в октябре. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видно продолжаются работы по благоустройству городских территорий. Наша съемочная группа провела утро на улице Фокина, где совсем недавно был завершен ремонт автомобильной дороги. Тему продолжит Наталья Буслаева. Несмотря на то, что автомобильная дорога на улице Фокина находится в новом микрорайоне города, дорожное полотно износилось и требовало ремонта. Дорога достаточно с интенсивным движением, проездная дорога. И здесь ездит не только автомобильный транспорт, но еще и автобусы ездят, и маршрутный транспорт ездит. В соответствии с этим дорога уже была просто в негодном состоянии, и необходимо было произвести ремонт данного участка дороги. После голосования жителей на портале Добродел долгожданные ремонтные работы на этом участке были сделаны, и проезжую часть протяженностью 400 метров привели в порядок. Дорога была в ненормативном состоянии, были большие выбоины, трещины. Соответственно, отсутствовала разметка частично. На данный момент произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в рамках программы функционирования дорожного хозяйства 2021-2026. Примерные затраты на данную дорогу были около 6 миллионов. Как отметили местные жители, весьма шумные пыльные процедуры в процессе ремонта не стали помехой, скорее напротив, поводом для радости. Дорога была очень плохая, ужасная, но сейчас все отлично, все очень хорошо. Вроде все нормально было, я не знаю, честно говоря, я не шофер, не водитель, но так с мужем ездим, все нормально, в принципе. Татьяна Заяц, проживающая на соседней улице, отметила, что ремонт дороги был выполнен очень быстро, а сам процесс не доставил неудобств. Очень быстро все сделали, очень оперативно и, как бы, сами видите, что нет таких ям и ухабов. Всем удобно, всем хорошо, все счастливо, все добры. Гарантийный срок дорожного покрытия – 7 лет. Если в течение этого времени на дороге возникнут дефекты, подрядчик обязан безвозмездно их устранить. Здесь на данный момент используется обычный асфальт, асфальтобетонное покрытие, Б2 марки. На данный момент здесь нет смысла укладывать евро асфальта. Это не такой интенсивности дорога, прям как, например, Березовая, либо проспект Ленинского, Комсомол. Она все-таки промежуточная дорога между двумя большими дорогами. При положительном результате экспертизы асфальтобетонного покрытия этой проезжей части дорогу примут в эксплуатацию и в течение двух недель будет нанесена разметка. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На базе кинологического центра «Атаман» прошла монопородная собачья выставка. Умение и внешний вид четвероногих питомцев оценивала бригада опытных судей из Москвы, Екатеринбурга и Свердловской области. Наш мобильный репортер прислал кадры с мероприятия. На них, кроме прочего, запечатлен процесс проверки рабочих качеств собак. Среди неискушенных зрителей это упражнение часто называют захват преступника. Оценивали судей и экстерьер. В выставке участвовали собаки порода немецкая овчарка. Стоит отметить, что на базе центра «Атаман» часто проходят различные мероприятия. В этот раз судьи особо отметили овчарку по кличке Рома Ротенблиц. В Центральной библиотеке стартовал прием заявок на участие в открытом конкурсе «Литературный дебют-2022». В этом году проект стал всероссийским. Теперь юные дарования могут раскрыть свой талант и заявить о себе на всю страну. Подробнее о правилах участия узнаем у Юлии Погасьян. Около 20 лет на территории Ленинского округа проводится конкурс «Литературный дебют». Раньше принять участие могли лишь воспитанники студии «Слово», которая базировалась в Видновской гимназии. Три года назад проект расширил границы и стал доступен для всех детей муниципалитета, а потом и всего Подмосковья. С этого года, с 2022, нашу библиотеку связали очень такие хорошие, теплые, дружественные отношения с Союзом писателей России. Именно при содействии Союза писателей в этом году будет проходить литературный конкурс, литературный дебют. Нам Союз писателей поможет информационно в продвижении конкурса. И, естественно, мы рассчитываем на то, что участниками этого конкурса в этом году станут не только подмосковные ребятишки, но и жители других регионов России. Конкурс рассчитан на детей от 6 до 13 лет. Две возрастные группы, две номинации – художественная проза и поэзия. Но организаторы не ограничивают юных талантов и готовы рассматривать работы и в других литературных направлениях. Самые традиционные, чтобы не содержали ненормативные лексики, чего-то противоречивающие российскому законодательству и так далее. А что касается формы, объема произведений, здесь мы наших конкурсантов не ограничиваем. Поэтому есть, конечно, миниатюры, стихи, рассказы, а есть и повести. Состав жюри пока держится в тайне. Итоги эксперты подведут в декабре на литературном вечере Содружества МУС. Предполагается провести красивый творческий праздник с музыкальными и литературными номерами и, конечно, награждением победителей. Может быть, первые шаги будут не самыми удачными, может быть, они будут еще неуверенными, но ведь конкурс называется дебют, литературный дебют. Надо себя пробовать, поскольку литературное развитие любого человека – это очень-очень тонкое, очень высокое развитие. Это приобщение к истокам культуры, к истокам традиций нашей русской национальной культуры. Мне кажется, это здесь и воспитание патриотизма, и воспитание расширения кругозора своего. Подробная информация на сайте библиотеки. Там же есть раздел, где можно оставить свою заявку. Работу к заявке можно прикрепить и позже. Отбор завершится 30 ноября. Юлия Погасян, Сергей Ларин, ВиднетВ. Первый фестиваль спорта и здорового образа жизни организовали в Ленинском округе. На площадке возле кинотеатра «Искра» прошли показательные выступления и мастер-классы от ведущих клубов и студий города Видное. Территорию молодости, красоты и хорошего настроения исследовала наш корреспондент Галина Житкова. 15 городских клубов представили своих лучших тренеров и воспитанников на площадке первого фестиваля здорового образа жизни. Пока одни гости праздника с удовольствием наблюдали за показательными выступлениями, другие сразу брали пробные тренировки на импровизированных площадках. Мы очень рады, что этот фестиваль проходит так массово. И мы надеемся, что сегодня очень много людей придет, посмотрит и захочет заниматься спортом. Нам это очень важно. Мы территория спорта Ленинский городской округ. Спортивные клубы и студии предложили жителям города разнообразный спектр программ. Художественная гимнастика, каратэ, футбол, танцы, тяжелая атлетика, йога и хоккей. Все для любителей здорового образа жизни. Сегодня наши коллеги-предприниматели решили показать, чем славен наш Ленинский городской округ. Я надеюсь, многие из вас будут приятно удивлены и что-то для себя почерпнуть. По средним подсчетам организаторов участие в фестивале приняли около 700 человек. Особое оживление царило на площадке, где выступали команды непрофессиональных спортсменов. Корпоративные детские эстафеты – самая азартная часть праздника. Мы привыкли обычных детей отдавать в детский спорт. Сами про себя забываем. А мне хочется, чтобы мы все встали с диванов, поняли, что это действительно круто, драйвово. И пришли в залы заниматься. Высокий градус спортивных состязаний подпитывала и довольно жаркая погода. Но отступать никто не планировал. Вершины пьедестала покорили самые активные и смелые. Мы пришли в символических майках. Мы хотим показать, что инвалиды – это люди безграничных возможностей. Мы будем участвовать, бороться за приз. И у нас будет все здорово, у нас все получится. Удивительный день спорта стал настоящим семейным праздником. Участие в интервальных тренировках, мастер-классах и показательных выступлениях приняли все гости. Азартные малыши, серьезные подростки и активные взрослые нашли для себя занятие по душе. Мне понравился футбол, потому что мой папа играл в торпеды. И он был чемпионом России. А как ты думаешь, вообще ребятам нужно заниматься спортом? И для чего это? Ребятам нужно, чтобы у них все было с хорошим здоровьем, чтобы они были сильные. Были и ребята, и маленькие, совсем постаршие, дружные. Все очень классно получилось. Все очень зажигали, включали, растянились. Я думаю, что все были счастливы. Такой фестиваль спорта и здорового образа жизни планируется сделать ежегодным. И уже сегодня организаторы уверены, что участников и гостей станет еще больше. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова